Заслушали все системы энергетические, технические, природные, техногенные, дорожные, антитеррористические мероприятия, пожарные мероприятия, защищенности. Все вопросы рассмотрели. В некоторых учреждениях есть те пункты, которые были выданы ранее комиссиями, теми или другими, не выполнены еще, но они не являются критическими и находятся на контроле исполнения. Мы договорились, что повторно заслушаем информацию, когда будем рассматривать на КЧС подготовку к осенне-зимнему переводу по поручению губернатора, мы рассмотрим еще этот вопрос. Сегодня даны поручения локальные, проехать, посмотреть маршрутную сеть, где есть вопросы, посмотреть тепловую нагрузку, потому что вчера на оперативном совещании губернаторам даны поручения о включении, опережающем подключении источников теплоносителя для социальных объектов. Это и школы, это и спортивные сооружения, это и социальный блок сооружений, через который есть. Поэтому все вопросы эти мы рассмотрели и будем держать на контроле. Пожарная безопасность, она в большинстве случаев зависит и от человеческого фактора. На сегодняшний момент может быть все сделано, но если не постоянно, не мониторить ситуацию, не проверять счетовое оборудование, шлейфовое оборудование по периметру, по наружному, не отслеживать финансовый поток по оплатам за принятые услуги, то может произойти какие-то сбои. Поэтому меня больше интересуют уже эксплуатационные нагрузки, эксплуатационные обследования, эксплуатационное наличие персонала, которые могут предотвратить источники возгорания, как по электрической части, как по человеческому фактору. Потому что мы же понимаем, что за периметр школы заходят всякие люди, ну, такое слово плохое, но он, скажем, различные люди, более правильно, скажем, заходят. Кто-то там закурил, кто-то там решил, значит, отдохнуть. Поэтому мы уделили большое внимание, чтобы периметр был закрыт и посторонних там не было. Потому что есть природные возможности возникновения пожара, это через молнию, значит, через грозовые фронты, которые проходят. Поэтому должны быть молнииотводы отрегулированы и проверены, должны быть другие вопросы решены. На этом вопрос вы задаете правильно. Нужно быть на чеку, значит, должны быть средства первичной безопасности, также должны быть приведены в самом начале уроки по первичной безопасности с учениками, значит, как себя вести, как должны быть освобождены иваковыходы, значит, и много-много вопросов, которые не прописаны в паспорте безопасности. И вот только нужно паспорт, это иногда в него заглядывать руководителям, и иногда проводить тренировки. Тогда будет все получаться более-менее нормально. Редактор субтитров А.Семкин